Новая музыка В разное время были Юрий Холопов, Альберт Лемон, Анатолий Быканов, Георгий Дмитриев, Алексей Николаев С начала 90-х годов композитор увлечен эстетикой поставангарда, новой простоты и минимализма Павел – член Союза композиторов России Сочинения Карманова исполняют такие выдающиеся музыканты, как Алексей Любимов, Юрий Башмет, Назар Кожухарь, Татьяна Гринденко, Марк Пекарский, Алексей Гориболь, Полина Осетинская, Алексей Уткин Коллективы МАСМ, Ансамбль Духовной Музыки Сирин, Академия Старинной Музыки, Опус Пост, Ансамбль Ударных Инструментов Марка Пекарского, Оркестр Гнесинские Виртуозы, ПАЦ, Энсембл, Италия, Адеон Квартет США, Молодежный Хор Филармонического Общества Санкт-Петербурга, Оркестр Пратум Интегрум, Государственный Камерный Оркестр России и другие Павел – автор произведений для камерных ансамблей различных составов, хоровых и симфонических сочинений. В 2016 году композитор создал новую редакцию оперы Александра Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре России. Композитор пишет музыку для театральных спектаклей, теле- и радиопрограмм, художественных и документальных фильмов и телесериалов, сотрудничает с режиссерами Бекмамбетовым, Прошкиным, Живовым, Пашкевичем, Джорджадзе, Хамраевым, Фисенко, Максимовым, Ханютиным. В 2006 году на лейбле «Дом Рекордс» записан и выпущен дебютный авторский компакт-диск с камерной музыкой. В 2014 году на лейбле «Фэнси Мюзик» вышел второй диск Павла Карманова «Get In». В 2020 году на фирме «Мелодия» вышел новый альбом Карманова «Музыка для Алексея Любимова». С 2000 года Павел Карманов участник московской рок-группы «Вежливый отказ». С ней он регулярно выступает в качестве пианиста и флейтиста. Пьеса «Get In» «Входи» написана в 2005 году к рождению сына и по заказу американского ансамбля «Seattle Chamber Players». В 2018 году композитор сделал ее новую версию с фортепиано вместо маримбы и вибрафона для масма. Наполненное радостной устремленностью, светлое и воздушное сочинение отражает эстетические и этические идеалы композитора. «Моя музыка – зеркало того, что у меня внутри, моего позитивного отношения к людям, публике, окружающему миру. Мне, как правило, необходимо порадовать слушателя, избавить хоть на время от тяжелых мыслей о кризисе и отпустить домой в улучшенном расположении духа», говорит автор. За кажущейся тональной простотой скрывается виртуозная, тонко прописанная фактура, а обаятельно ласковые интонации и мотивы, напоминающие перезвон легких колокольчиков, по барочному прихотливо развертываются изначального тематического ядра. Для меня музыка – это все. Это, в общем, моя религия, это мой образ жизни. Все, что угодно для меня, есть музыка. Мало того, да, музыка, и при этом еще является все, что мы слышим. Не только скрипки и фортепианы, а еще и разнообразные шумы, природа и искусственные вещи. Уж не говоря про синтезированные вещи, и тут я тоже, понимаете, полностью внедрен и глубоко погружен в сэмплерное искусство. Мне, в общем, совершенно все равно, кто что подумает о том, что я делаю. Я делаю ровно то, что, как мне казалось бы, должно звучать, и люди должны услышать. Вот я пытаюсь и всей своей деятельностью, в том числе интернет-деятельностью, онлайн-передачей «Ресерч», я двигаюсь в сторону публики, и слушателя, и человека. Потому что, в общем-то, я занимаюсь этим творчеством для людей, а не для профессионалов, не для музыкопедов, не дай бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова